Оснований для запрета на выплаты премий госслужащим нет, заявил сегодня на форуме Агрария в глава государства. Он подчеркнул, что госслужащие одни из главных проводников системных преобразований в стране для повышения эффективности их работ. Оплата труда должна быть конкурентной. Эту задачу помогают решить премии. Что касается АСП, пособия должны получать действительно нуждающиеся граждане. Помощь от государства не должна способствовать социальному ежедневенчеству, отметил президент. Для обеспечения прозрачности всех доходов в стране поэтапно внедряется всеобщее декларирование. В рамках первых трех этапов сведений о доходах сдают 4 миллиона казахстанцев. Это сотрудники госслужбы, квази-госсектора и предприниматели. Планируется, что в следующем году декларации будут сдавать еще около 8 миллионов человек. Однако следует учесть тот факт, что концепция всеобщего декларирования доходов была принята уже 14 лет назад. За это время страна добилась значительного прогресса в сферах цифровизации и финтеха. Обеспечена интеграция баз данных различных государственных учреждений. Усилен финансовый и налоговый контроль. С учетом этих масштабных изменений возникает вопрос целесообразности сдачи декларации гражданами, подпадающими под четвертый заключительный этап. Правительству необходимо проработать решение этого вопроса. Новые инициативы по дальнейшей модернизации страны глава государства намерен озвучить на очередном национальном Корултае. В ежегодном послании по предложению президента в систему Госнаград планируется включить еще 9 почетных званий. В частности, за вклад в развитие страны для работников сельского хозяйства будет учреждено звание Казахстана Аграрлы Ксаласананы Янбек Синерген Кайраткера. Подлинные труженики будут в центре внимания в течение всего следующего года, объявленного Годом рабочих профессий.